Музыка Подумать только, но в прошлом веке в Павлодаре Ледовый городок был не просто местом отдыха, а настоящим произведением искусства. Лучшие скульпторы старались создать из замерзшей воды уникальные и неповторимые. Фигуры животных и сказочных персонажей. По воспоминаниям самих палодарцев, Ледовый городок ранее устанавливали на территории основной набережной фонтанов, тогда здесь еще не было. А Каирбаевские, Лермонтовские спуски превращались в горки, откуда скатывались прямо к реке. Был период, когда ледяные скульптуры делали на территории ДК имени Истая. Длилось все это до начала нулевых. На горке в Ледовом городке можно было серьезно пострадать. Мало того, что спуски были очень крутые, много людей, так еще и некоторые горожане умудрялись вставлять лезвие в поверхность. Молва об этом разошлась быстро, поэтому многие боялись. Кстати, на горке можно было лишиться и норковой шапки. Их попросту сбивали с головы во время катания. К слову о горках. Сейчас их в Павалдаре множество, в разных микрорайонах и в целом все стандартные. А вот раньше к этому подходили очень творчески. Можно было встретить даже многоуровневые. Кстати, ледянок и ватрушек тогда в помине не было. Для того, чтобы покататься, достаточно было взять из дома кусок линолеума или картонку. Понятие «главная елка Павлодара», кстати, было всегда. Ее устанавливали примерно здесь же. На площади искусственный арт-объект лишь последние два десятка лет. Ранее сооружали каркас, но не наматывали хвою, а привозили настоящие елки и из них составляли одну. В Павлодаре многие места, здания и даже отдельные архитектурные детали несут огромную историю. Я, Артем Клейман, расскажу вам о них, но уже в следующем выпуске «Подумать только». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова